Всем привет, ребят! Сегодня посмотрим, как работает игра The Anacruzis на Xbox Series S. Посмотрим на скорость загрузки, посмотрим на графику, посмотрим, как у нас здесь фпс. Ну и, конечно же, на управление от геймпада весит игра 15,6 гигабайт. Давайте запустим, ну и посмотрим, насколько быстро загрузится у нас данная игра. Данная игра оптимизирована под Xbox Series S и Xbox Series X, и она доступна в Xbox Game Pass Ultimate для загрузки. То есть вы можете спокойно зайти в Game Pass Ultimate, если у вас он активирован, зайти и скачать данную игру. Если там мало, можете попробовать, может кому-нибудь понравится данный проект, да. Необычная, кстати, игра, жанр шутер, такой, знаете, боевик в космосе, где нам нужно сражаться против инопланетян, отвоевывать, получается, корабль, идти, идти вперед и вперед. То есть там буквально немного эпизодов, игра еще пока что в предварительной, так сказать, версии. Она еще не полная, поэтому как бы ее все будут дорабатывать и дорабатывать. Давайте сразу про настройки пробежимся. Игровой процесс все стоит по стандарту, я здесь абсолютно ничего не трогал. Контроллер я также ничего не трогал абсолютно, то есть вы сами все видите. Здесь, к сожалению, только можно играть на геймпаде, хотя, казалось бы, можно сюда было и добавить клавиатуру. Ну да ладно. Видео здесь, странная штука такая, вертикальная синхронизация. Что ты будешь отключать, что ты будешь включать, разницы никакой не будет. Тоже непонятно. HDR тоже может быть, если у вас есть HDR-монитор, там телевизор с HDR-ом, то у вас будет работать HDR в этой игре. Ну и поле зрения поставил на 100, было изначально для 90, ну и здесь я поставил все, как обычно я ставлю. Давайте нажмем играть и эпизод 1, признаки жизни, начать эпизод. По поводу FPS, работает данная игра при разрешении 900p и, к сожалению, здесь все очень печально с фреймрейтом. То есть работает все как-то странно, даже хоть ты будешь вертикальную синхронизацию включать или выключать. Тут просадки очень сильные, очень сильный input lag. Так, игра, потому что только в разработке, грубо говоря, да, она вышла, но как бы еще предварительная версия. То есть еще будет делаться, делаться и делаться. В общем, да. Загрузка отлично, то есть видите, здесь все с Xbox играют люди. Ну и также, если, допустим, не загрузился какой-нибудь из игроков или не нашелся, то он будет под командованием ИИ. То есть интернер... Короче, с компа будет он, грубо говоря, да, работать. ИИ. Искусственный интеллект. Поэтому как-то, ну это типичная практика для всех вот таких вот игр. Если там не загружается игрок, то он будет управляться компьютером. Ну, то есть это и так все понятно как бы. Вот такая вот, знаете, атмосфера, знаете, каких-то 80-х что ли, 90-х в космосе. Ну, что-то такое. Прям очень-очень схоже все вот это вот с таким, с такой стилистикой. Только в космосе. Так, почему-то не показывает еще, потому что не загрузился еще один игрок. Ждем. Вот так вот мы выглядим, наши персонажи. Как-то вот так вот. Да, по поводу графики, она-то в принципе более-менее неплоха. 900-1080p здесь разрешение. То есть оно здесь будет падать. Вы посмотрите, видите, как отражения какие прикольные. Но вот насчет FPS вы сразу уже видите, как все как-то заторможено неплавно. То есть разрывисто все работает. Давайте сразу ствол себе возьмем. Почему бы нет? Пополнить оружие, зарядить. А, оно по максимуму, да, уже заряжено. Все. Ждем. И вот против таких нам, это Маланитян, приходится перестреливаться. Да, здесь input lag присутствует. Моментами очень-очень плавная игра работает. Допустим, вот вниз ты смотришь, она более-менее плавная. Когда ты поднимаешь, все. Просто 30-ка FPS. Хоть ты вертикальную синхронизацию включишь, хоть нет. Заходим настройки, ставим ее обратно. Видите, вертикальная синхронизация выключена. Ставим обратно. Применять, да. И все то же самое остается. То есть плавности вообще не добавляется. Как-то она странная, эта игра работает. Очень странно. Ждем, пока появится. И да, здесь огонь под своим включен. То есть ты можешь своим же наносить урон. Хорош. Тут немного эпизодов. Каждый раз, когда ты будешь проходить, у тебя будут открываться новые-новое оружие, новые перки, умения. И ты сможешь их по-другому убивать. Так. И здесь вместо того, чтобы сделать, как бы обычно в таких играх бывает, если кто-то к тебе вблизь подходит из противников, то бить с приклада. Здесь такого нет. Здесь есть вот такая вот штука. Сейчас вам покажу. Вот видите, взаимодействовать. Я сейчас покажу. Нажимайте ЛБ и его как бы откидывать таким щитом, куполом. Вокруг у вас образуется купол, и вы его просто-напросто откидываете. Дополнительное. Так. Да, вот. Автоприцел здесь работает. Только он, знаете, какой-то книжечка тоже такой странный. Он время от времени работает. По поводу текстур самих же. Ну, как бы не сказать, чтобы сильно мыло. Да, мыльцо видно, но не до такой степени, что прям ужас. Так. Так. Куда нам идти-то? Это еще самые такие, знаете, слабенькие. Вот эти вот посильнее уже инопланетяне. Там еще будут. Еще больше здоровяки такие. И еще больше. Вот эти вот появляются тоже. Какие-то цветки, что ли. Напоминающие. Ну, также здесь у нас есть второстепенное оружие. Это пистолет. Блин, да как так-то? Как так-то? Видите, меня наплевали. И все, я стою, жду, пока меня не помогут союзники. А союзники просто-напросто тоже стоят. Видите? Класс. Ничего ты поделать не можешь, пока тебя полностью не убьют. Либо же пока тебя союзники не спасут. А, видите, вон мои союзники бегают, тиммейты. И просто-напросто бегают. Также здесь есть голосовая связь, как и во всех типичных, наподобие таких игр. То есть, подключаете в гарнитуру и спокойно играете и разговариваете. Ну, все, они... О, неужели вы бежали, смотрите. Может быть, спасают. Ой-ой-ой, больно бьет. Больно. Больно. Ну, интересно, на самом деле, решение данной игры. Хоть она и такая себе. По графике. Но все же неплохо смотрится. Все же неплохо. Чем-то тоже напоминает Back 4 Blood. Только там вместо, получается, инопланетян у нас там зомби. Ну, здесь все то же самое. Тоже какие-то такие разнообразные зомби. Здесь у нас оружие, всякие предметы есть разнообразные. Ну, там можно гранаты кидать, только я не могу сейчас кинуть, пока меня не освободят. И что, долго я буду стоять? А, мой союзник, он бегает, пытается их убить. Он лучше бы вот этих пытался убить. Можно ему меткой показать, по идее. Если он придет... А, он убежал опять. Ну и все. И все, меня убили. Да. Я ничего не могу сделать, по идее... Вот, отлично. Я теперь могу хоть отстреливаться, потому что у меня разрушилась эта штука. Слизь. Отлично. Он поднимает, замечательно. Очень долго это все, конечно, происходит здесь. Так, давайте вот это попробуем убить. Хорош. Вот так вот я внешне выгляжу, то есть можно эмоции так же показывать. Вот именно просадок в фпс во время взрывов вот этих замесах нет. Она сама по себе игра просаживает фпс. Вот вы даже можете сейчас наблюдать, как сильно просаживается фпс. Очень сильно. Тут даже не 30, тут бывает ниже 30. Будто вы знаете 20, 25 фпс. Очень странно. Кто будет играть в эту игру, потом напишите комментарий, или кто уже поиграл в данную игру, как у вас работает, так же или нет. Я не понимаю, почему так странно. Смотрел другие видеоролики по данной игре, и почему-то у них как-то более лучше, плавнее работает. Я вот тоже не знаю почему. Так, давайте, по-моему, гранату химить. Похилил у меня, отлично, а то у меня хп не осталось. Кинем. Вот такая вот слизевая бомба. Ладно, получается, он ее затормозит, да? Напинул. Ну-ка. Странно. Так, ладно, давайте возьмем новую. Тут где-то я валялась. Где-то валялась еще бомбочка. Вот она. Вихревая граната, то есть вихрь создает. Давайте можно кинуть, просто показать. Вот так вот, да. Класс. Ну, это специально против вот этих вот как раз-таки инопланетян. Вот здесь вроде как более-менее нормальный, стабильный фпс. Чуть дальше пройдешь, все. У тебя опять вот, сейчас, опять же, в каких-то местах, она плавно, в каких-то местах, она плохо работает. Опять же, это, блин, вот, видите, здесь более-менее нормально. То есть, выхожу вот сюда, все, здесь уже начинаются просадки в фпс. Как-то она время от времени так происходит. Так. Вот сейчас опять фпс проседает. Очень странно. Да, вот если сдалека смотреть, вот, встать вот с такого расстояния, то очень мыльная, вот, прям очень мыльные текстуры. Вот вдаль смотришь. Автоприцельная, кстати, работает. В голову выстрел. Все, патроны кончились, пойдем на пистолет. Пистолет, бесконечные патроны, можно хоть сколько тут стрелять с него, не жалеть патроны вообще. А с обычного оружия нужно всегда жалеть патроны. Так, это возьмем, что это у нас такое? А, вихревая бомба, давай кидаем. Во, видишь, я засасываю туда, вот, и раскидывает. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, и бегать, кстати, ты не можешь. Вот, все, что ты делаешь, вот, как я нажимаю просто-напросто идти, это и есть уже бег. Отстаньте от меня. Еще разок. Патроны тоже здесь, только в некоторых местах можно пополнить. Там специальные такие шары, куполы, к ним подходишь и нажимаешь зарядить оружие. Тоже как-то все необычно. Так, зажигательную гранату возьмем. Ой-ой-ой, как FPS просит, ой-ой-ой. Лови. Лови. Отлично. Тоже вот где вот брать патроны, если их никак не взять. Ай, как FPS, спасибо, ужас. Так, давайте, наверное, вылечимся, чтобы еще одну взять. Да. И искание здоровья, замечательно. Еще один пусть будет. Где-то нужно найти либо оружие новое. Ой, здорово. Либо патрончики. Вот почему-то я вот не понимаю, от чего это зависит. От локации, от места, от сколько NPC бегает вот этих вот противников ваших, инопланетян. От чего зависит FPS. Очень странно. Так. Тут метки ставятся на левый стик. Очень странно. Бластер, отлично. Все, мы бластер взяли. Пусть лучше бластер будет, чем у нас просто обычный пистолет. Так. Все, идем сюда нам в это место идти. Это дробовик получается. Да, это дробовик. Хорош. Удобно, кстати, с него стрелять. Потому что здесь с фреймрейтом очень печально все. Поэтому здесь дробовик даже будет получше. Чтобы не нужно целиться, просто-напросто берешь, стреляешь и все. Так, все. Ну и, кстати, да. Вот эти вот здесь пришельцы, инопланетяне очень сильно багованы. К ним бывает подходишь, они на тебя не нападают. То есть не атакуют. И вот, посмотрите, как сейчас это все выглядит. Да. Сквозь текстуру проходит. Ну, предварительно версии игры. Поэтому здесь к этому придираться, я думаю, не стоит. Со временем патчи по-выпускают. Может быть и фреймрейт устаканится, устабилится. Да, вот. Зарядить оружие. Вот я про это вам и говорил. То есть вот только на таких штуках можно заряжать оружие себе. Хорошо. Так, давай еще зарядим. Так, давай возьмем вот эту вот стазисную гранату. Это стазисная граната, как вот, если кто играл в Dead Space, это то же самое. Вот, смотрите. Их замедляет, то есть замораживает как бы во времени. Ой-ой-ой-ой-ой, все, меня убили опять. А, все, мои союзники даже нет опять рядом. И меня сейчас просто-напросто заколотит. То есть, видите, толпой нападают, и одному здесь не получится никак. Тебя заморозили в эту штуку, и все. А, еще пытаюсь отстреливаться. А, даже отстрелиться не могу. Нет, я даже отстреляться-то не могу. Меня сейчас заколотят. К сожалению. Ну, тут видите, союзники мои убежали, и ты тут один вообще ничего не можешь сделать. Как это, в принципе, во всех таких мультиплеерных играх. Ну что, ребят, как-то вот так вот работает игра на Xbox Series S. Если тебе понравилось данное видео, ты можешь подписаться на канал, оставить свой лайк, ну и, конечно же, написать комментарий, что ты думаешь о данной игре и Xbox Series S. Также ты можешь подписаться на группу ВКонтакте, присоединиться к Discord-серверу, подписаться на мой Instagram. Также ты можешь ставить лайк спонсором, все ссылочки будут в описании. До скорой встречи, ребят. Пока. Ну и уже совсем скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok